Привет, у микрофона Антик, мы продолжаем знакомиться с различными стратегиями и сегодня посмотрим на Хаммитинг. Это игра про гномов, которые выживают внутри горы и помогают своим сородичам на поверхности одержать победу в войне. Короче говоря, про эту игру я рассказывал в третьем видео по ожидаемым стратегиям 2020. Демо-версию я нашел в осеннем фестивале Steam, который сейчас в самом разгаре. И в левой части экрана вы можете посмотреть, какой контент доступен в рамках демо-версии. В общем-то тут доступен всего лишь один час геймплея, но уже можно составить представление об игре. Итак, гора Новый дом. Где-то на Марийском хребке, на холодной и зловещей вершине горы Красторум, колония гномов готовится обосноваться в месте, которое было давно покинуто их сородичами. Поддержите Лигу Мефиса в Великой войне в Верхнем мире и раскройте тайны горы. Разные в каждом прохождении. То есть тут какая-то процедурная генерация имеется, и каждое новое прохождение будет чуть-чуть другим. Ну, в общем, как обычно. Добро пожаловать в гору. И прибывают наши первые ребята. Новое начало. Мы прибыли в наш новый дом. Дальше имена гномов. Готовы превратить эту дыру в замок, достойный любого гнома. Да будут их бороды длинны, а кирки всегда остры. Хорошо. Итак, что по интерфейсу. Тут у нас ускорение замедления времени, тут наши текущие проблемы. Дальше это наш капитал, то есть клад родной горы. Пока что у нас всего лишь 5 серебряных монет. За монетки мы, например, можем нанимать новых гномов. Вербовка. Вот уже можем одного взять. Одна серебряная монета. 54 медные монеты. Но пока не будем этого делать. Дальше у нас счетчик войны. То есть у нас две стороны. Лига Мефиса это мы. То есть группа небольших королевств. И наши гномы из разных королевств. Это у нас орда ужаса, против которой мы воюем. Нам нужно заполнять шкалу. Пока что у нас, видите, по счету небольшое преимущество. Но это ненадолго. Суть в том, что мы живем в этой горе. Будем ее разрабатывать, добывать ресурсы. И крафтить оружие. Дальше будем осуществлять поставки во внешний мир. В верхний мир. И в верхнем мире у нас происходит война. Мы непосредственно в войне участвовать не будем. Мы просто будем бороться с внутренними врагами вот этой горы. Всякие там слизни. Всякие твари неприятные. Ну и в общем-то тут будут возникать битвы. В эту битву нужно будет поставить оружие. Если мы успешно справимся с миссией, то бой будет выигран. Соответственно бой будет выигран. Шкала будет заполняться. И мы будем побеждать. Если мы не успеем, то соответственно шкала уменьшается. Я думаю с этим понятно. Дальше летопись Кингов. Это у нас просто справка. Тут очень много всяких нюансов. С некоторыми из которых мы познакомимся сегодня. Что касается верхнего мира, то тут можно про каждый объект почитать. Тут у нас какой-то Ктешский некрополь. Видимо это и есть Орда. Ужасом. Так, вот наша гора. Родная гора. Здесь в центре мира на холодной зловещей горе Краста Рум расположен наш дом. Гору не тревожили с начала времен и никому из живущих гномов неизвестно, что может скрываться в ее глубинах. Наша колония объединила добровольцев из всех гномих кланов и в конце миллиарда лет они смогут сказать, что прокопали глубже всех за родную гору. Ну, у них, видите, свое летоисчисление в конце миллиарда лет. Видимо, миллиардами лет у них тут все меряется. Хорошо, это наш первый квест. Грэмфордский мост. Давайте почитаем про него. Мост через Грэмфорд выступает традиционной границей между гордой Морунией на юге и прекрасным Вендаром. Во время Раскольной войны мост был укреплен, а в последнее время он превратился в тихое мирное поселение, где встречаются торговые пути обеих наций. Вот, мы будем торговать, то есть нам нужно для начала добыть 10 гранитных глыб. И за это нам дадут еду, дальше древесину, монетки и знания о торговле. Знания о торговле используются, чтобы изучать новые технологии, то есть у нас, видите, тайные знания. Тут мы, например, будем изучать металлургию за 7 знаний о горе. То есть мы прокапываем нашу гору, изучаем ее, получаем знания о горе. Также мы торгуем, получаем знания о торговле, и вот за 2 вида этих очков пока что будем изучать новые технологии. Может, тут появится что-то еще, но я не знаю, это пока что дамы-версия. Вот, тут можно будет строить маленькую плавильню в первую очередь, да, медные слитки производить, дальше пещерную ферму, жилища и так далее. В том числе, видите, выделяется цепочка необходимая. Так, ладно, далее, значит, у нас пойдет что? Журнал, журнал, это просто у нас дневник, что происходит. Дальше учет родной горы, это книга учета, что к чему. Что у нас вообще в наличии имеется. Когда я увидел вот этот экран в первый раз, да, я подумал, что это какой-то приоритет. То есть можно ставить приоритет операций, но нет. Это просто перечисление наших гномов, из какого они клана, и насколько у них профессии разные развиты. То есть кузнец, повар, исследователь, металлург и так далее. Вот так вот. Так, далее, значит, что следует еще? Ну сейчас я просто пока порассказываю об игре, потом мы новую игру начнем, потому что тут видите таймер. Так, ладно, гномы. Что касается гномов, то они все из разных кланов, у каждого клана свои бонусы. То есть будительность плюс 2, стойкость плюс 1. Это у нас клан Медного ветра. Дальше второй у нас из клана Каменоломов. Скорость копания плюс 10%. Ну и так далее. В общем-то, как вы видите, у каждого гнома есть своя экипировка. У каждого предмета у нас кирка, топорик и молот. У каждого предмета есть свои параметры. Твердость, ценность, вес, упругость, уровень и так далее. Это все тоже влияет на... Сейчас покажу свойства материалов. Вот, например, твердость влияет на колющий урон от оружия, упругость на рубящий урон. Ценность это у нас повышает скорость оружия каким-то макаром. Вес, скорость оружия и инструментов повышает дробящий урон. От оружия. Вот, такие вот параметры. Ну и в общем-то, качество оружия определяется материалами, из которого это оружие сделано. В общем, вот такие вот сложности тут. Что касается атрибутов, это у нас ловкость, мудрость, бдительность, стойкость и выносливость. Опять же, можно посмотреть, на что это влияет. То есть ловкость влияет на готовку, на исследование плюс 200% и так далее. Нам в первую очередь нужно будет прокачивать что? В первую очередь нужно будет прокачивать выносливость, потому что выносливость влияет на бой и на копку. На производительность копки. Ну и стойкость это у нас ковка. Вот так вот. В первую очередь эти два параметра, потом уже все остальное. Так, давайте я сразу тогда про что еще расскажу? Про действия, да? Отмена приказа. Это у нас добыча. То есть мы как в подобных играх выделяем, что раскопать, и они копают. Дальше можно также добывать вот эти вот всякие грибы. Их собирать. Тут у нас вот видите медь. До нее нужно как-то добраться. Если слишком высоко, то можно строить вот такие вот блоки. Вверх, шифтом. Либо же можно поставить строительные леса. Так, где они там были? Вот, лестница для лесов. Вот так вот. И тогда они доберутся. Но вообще они могут прыгать на какую-то высоту. Так, дверь. Дверь у нас видите высотой 4 клетки. То есть минимальная высота потолка должна быть 4 клетки. В идеале. Ну и в общем-то новое здание тут разблокируется по ходу исследований. То есть по ходу разблокировки новых технологий. Кухня там, кузнеца и так далее. Это все будет позже. Так, дальше. Пока что мы ничего не можем сделать. Перенести, удалить здание и атаковать. Это у нас враги. Если гнома сами не среагируют, то надо будет послать вручную. Так, про битву уже мы тут понаблюдали. Тут у нас, видите, из-за того, что это демо-версия, некоторые глючат задания. Ну, вроде бы все рассказал основное. Давайте тогда я начну новую игру. И мы уже начнем, собственно, играть. И снова здорово. Видите, нам дали 10 очков знания о горе. Каждый раз разное количество очков дают. Итак, сразу же мы изучаем технологию под названием металлургия, чтобы ставить плавильни и медные свитки крафтить. Но, в первую очередь, мы будем ставить не плавильню, а что? Правильно. Нужно поставить карьер. Потому что изначально у нас все будет из камня. Вот такой вот карьер. Тут они заодно добудут какое-то количество меги. Да, напишите в комментах, как мой голос, не слишком ли он гнусавый. То есть, не более гнусавый, чем обычно, потому что я еще не до конца выздоровел. Если будет слишком плохо, то я еще полечусь, маленечка. Болел я какое-то время, очень сильно болел на самом деле. Давненько так я не простужался. Так, летопись нам опять предлагают почитать, но давайте-ка мы потом это сделаем. Хорошо, дальше что будем делать? Дальше нам нужно решить проблему с бездомными гномами, но чтобы изучить жилище, нам нужно изучить торговые отношения гномов. Но это мы не сделаем, пока что не выполним первый квест. То есть, у нас пока что нет знания о торговле вообще, поэтому мы идем на внешнюю карту, вот сюда вот, и выполняем первый квест с доставкой гранитных глыб. Ходят слухи, что под снежной вершиной Краста Рума снова поселились гномы. Командование Гримфорского моста шлет сердечный привет новым соседям с надеждой установить торговые отношения с народом, так широко прославившимся своими навыками. Командованию всегда требуется качественный гранит для ремонта и содержания крепости. А у вас непременно образуются излишки при строительстве своей родной горы. Возможно, вы бы могли отправлять нам немного гранита в обмен на простые продукты, которые помогут вам обосноваться. Добро пожаловать, добрый гном. Ну, здравствуйте, да. Все, приняли мы квест. Хорошо. Дальше вот у нас наша цель. Т-10. Гранитные глыб нужно добыть. Гранитные глыбы добываются, точнее, именно в карьере добываются. И потом блоки можно будет делать. Но нам сейчас пока изначальные глыбы нужны. Так, давайте я сразу запланирую тогда плавильню. Вот сюда вот поставлю ее, например. Не такая уж она и маленькая получилась. Вот таким вот образом. Тут у нас грибы, наверное, сами соберутся, но мы можем вручную это дело назначить. Опять кто-то нападает, да, слизни. Но слизни они слабоваты. Вот, мы уже можем прокачать какие-то скиллы, они очень быстро прокачиваются. Если мы прокачиваем... Видите, все больше и больше надо, короче, очков, чтобы прокачивать. Так что вот так вот. Хорошо. Так, тоже давайте скорость копки. Лейни. Тоже скорость копки. Хорошо. Пока пусть будет так. Также у гномов будет свое снаряжение. То есть пока что нет его, не отображается. Тут просто я в справке видел вот такую вот закладку. То есть, видите, сам гном и его снаряжение. Но пока что этой вкладки нет, видимо, потому что это демоверсия. То есть можно какую-то, опять же, броню делать, помимо вот этих инструментов для войны и добычи. Пока что этого нет. Хорошо. Плавильня у нас тоже работает, точнее, уже делается. Вот у нас, значит, можно пока что гранитные глыбы подобывать. Чем больше, тем лучше. Пусть и работают. 96. Ну, наверное, поместятся все в инвентарь. Просто будет валяться вот тут. У нас просто валяется медь. Они сами почему-то без дела, когда находятся, они не складывают это все в сундуки. Хотя, казалось бы, почему бы нет, да? Хоть бы перетаскивали в сундук, это просто валяется тут вот на земле. Так, ну и давайте я параллельно буду пока что отмечать полезные места, чтобы добывать медь и все такое. Вот до сего придется добраться, как-то ставить опять же лесенки. Можно прокопать второй этаж. Например, вот. Давайте сделаем как? Давайте сделаем, например, вот так вот. Пусть прокапывается сюда вниз. Ну и тут можно так вот сделать. Как вариант. Или можно чуть пониже. Ну, такой будет второй этаж. Нижний. Ну, это очень такая долгая работа. Так что, чтобы у нас ребята без дела просто не сидели. Син прокапывают. Все это дело. Так, битва у нас уже произошла. Так, что у нас там подземный мост. Еще нужно побольше гранитных глыб. Вот уже видите, новые блоки появились. Гранитный блок, гранитный щебень, колонна и глыба. Нет, точнее, подожди. Почему тут тоже глыба? Интересно. Ладно, пусть пока работают. Так, ну и параллельно постоянно нужно их прокачивать. Да, давайте-ка мы еще одного гнома сразу же возьмем. Вербовка. Какого-то получше. Блин, дорогой. Это нормально, да? Ловкость, мудрость, стойкость 6. Так, вот у нас мудрец. В принципе, давайте вот этого наймем. Подешевле, который у нас будет поваром. То есть мудрость у нас, по-моему, именно на готовку влияет. Так, так, так. Бдительность тоже пригодится. Бдительность у нас что? Поделяет его проницательность и навык наблюдательности нам. Окей. Так, ну и мудрый. Но до готовки я, может быть, сразу-то не доберусь. Хотя... Нужно 3 знания торговли. Я бы сначала ковку изучал, потом уже все остальное, но как получится. Так, пещерная ферма, чтобы выращивать грибы. Грибами можно питаться, чтобы наши гномы с голоду не погибли. Тоже, может быть, полезно. Да, тут, конечно, вот сложно сейчас... Будет размещать здание-то новое, да? Так, вот у нас пещерная ферма. То есть если я поставлю ее вот тут, то придется мне как-то это все дело прокапывать. Потом наверх придется забираться как-то по-другому. С помощью лесенок. Насчет лесенок я что-то тут так бегло смотрел, но не нашел лесенки. То есть тут можно будет ставить лифты и прочее, прочее. У нас оружие, жаровня. Каменщик. Это у нас лезвие для колуна, кирка, склад. Так, ну-ка. Вот такое у нас пока что небольшое дерево технологий. Ковка клинков, пивоварение, власть, машиностроение. Вот машиностроение, детали машин. Вот рельс лифта, станция лифта. Или лифта. Как правильно никто не знает. Заливное, крабовый пирог. Это у нас готовка, заточка. Вот у нас зубчатые передачи. Это уже механизмы. То есть можно ставить тележки, которые будут доставлять ресурсы. Но очевидно, что дерево технологий пока что не доработано, потому что это демо-версия. Но вот как оно выглядит. Не самое удобное на самом деле изображение. Хотя, с другой стороны, вместо такого вот дерева, да, прям, где линии, где ветки нарисованы, просто перечисления. Так, ладно, ребята работают. Можно, в принципе, и ускорить. Но я бы не стал этого делать, потому что постоянно нужно кого-то прокачивать. За ними такой глаз да глаз. Да вы и гляди, новый уровень у нас получается. Вот так вот. Так, все же, поставка готова. Хорошо. Получается, мы... Да, есть у нас знание торговли. Давайте жилища мы изучим. Жилища для гномов необходимо. Там они складывают свои богатства. И, может быть, даже меньше расстраиваются, да? В принципе, это вот четыре, как бы этаж маленький на самом деле. Я бы все-таки сделал побольше. Я бы все-таки сделал повыше, потому что жилища тоже, а не как бы... Немаленького размера, вот такого вот. Давайте тут поставим. Но, опять же, будет трудно тут... Потом прыгать придется очень далеко вниз. На самом деле, гномы могут забираться по вертикальной поверхности, но это делают очень медленно. Так что, если будут какие-то лифты или лесенки, они будут по ним. Итак, у нас было сообщение только что, что какая-то битва там намечается во внешнем мире. Давайте посмотрим. Осенние доки. В окружении постоянного осеннего сияния красных ив, отражаясь в водах Трифьорда, где соленое великое море встречает сладкие талые воды из гряды Эбон Рэндж, расположены осенние доки. Сначала они задумывались как главный порт для торговли виндерийской древесиной, однако с годами выросли в перевалочном пункте торговли со всеми портами в девяти известных морях. Нет, это пока что не для войны, это просто для строительства им нужны балки. Давайте мы возьмем этот квест. Так, чтобы сделать балку, нужно уже плавильню и медь. Сейчас посмотрим. Так, давайте медные слитки побольше опять же сделаем. У нас какое-то количество меди уже где-то валяется. Видите, не хватает руды. Так, ну-ка. Строительные леса. Надо быть. Интересно, достанут или нет. Ну, кто-то, что все заняты, да? Так, а можно им приказать прямо, чтобы они занимались ковкой-то? Продать предмет, выбросить предмет. Экипировку нет. То есть приоритета действий нет, судя по всему. Так и будут копать. Ну ладно, я понял вас. Да, давайте отменим вот это все. Последнее жилище тогда закончат и пойдут уже делать металл. Так, можно, в принципе, еще одного гнома завербовать. У нас монетки есть. 4,16, да? Вот, надеюсь, что ковкой будет заниматься металлургия. Два всего лишь, да? Ну да, коп 8. Нет. Вот у нас металлург хороший. Но, дорогой, не хватает монет, черт побери. Да, получается у нас... А, просто пока это будет. Там посмотрим. Тоже пошла копать, да? Ну, чем больше гномов, тем они быстрее будут заниматься этой всей работой. Видите, пошла сразу ковать. Так, а свой сговор, чтобы продвигаться, нужно копать. Да, скорость зависит от того материала, который мы выкапываем, и от параметров. Профессия орудокоп. Все, пошла работа. Так, по поводу балок, по поводу балок. Ну-ка я посмотрю. Нет, тут не отображены балки. Но где-то эти балки я видел. Они должны как-то разблокироваться, по-моему. Карьер, пещерная ферма, маленькая плавильня. Да, вот они, балки. Мне нужно две штуки, но я заранее сделаю шесть штук хотя бы. Мало ли что. Пригодится в будущем. Пошла работа. Вот у нас без дела, да? А чего вы тут не копаете? А, не хватает вот этих материалов, да? Так, два. Опять же можно с запасом делать. Так, изготовление. Все, пусть сделают с запасом. Тут, видимо, тоже чего-то не будет хватать. Так, а вам не хватает вот этих еще колонн. Изготовление. Пусть будет колонна. А, они, наверное, выбраться не могут, да? Ну-ка, давай пробуем. Так вот. Как вариант, может, и могут, но не хотят. Ну, если что, можно строительные леса опять же сделать. Так, сюда они как-то выбраться. Я надеюсь, ну-ка, где у нас тут? Так вот, поставим. Чтобы можно было спускаться. Так, хорошо. Изготовление. Так, ладно. Да, тут еще для некоторых, для некоторых материалов, чтобы изготавливать, нужно будет топливо. То есть надо плавить, чтобы на чем-то топилось. Поэтому тут бывает уголь различный. Или какое-то еще топливо. Тут у нас уголь. Можно его опять же добыть. Сразу же. Чтобы потом не забыть, это тоже у нас уголь, да? У нас медь. Так, что, ребята, у вас все хорошо. Все, готова у нас поставка. И, значит, дальше мы смотрим, что у нас там дальше там. По сценарию. Верхний мир. Больше квестов нет. Хижина у Красгарина. Охотничья хижина у подножия Красгарина известна производством меди и пива. И является основным торговым пунктом на северо-западе. Здесь всегда найдется теплый очаг для охотников, звероловов и дровосеков. А также и для редких караванов, пересекающих северные края по пути во Фрою. Или на юго-восток в болото Лагуна. Но тоже для мирных целей. Что-то у нас битвы как-то это... Обходят нас пока стороной. Что странно. А, вот у нас битва-то. Я не заметил. Вот у нас битва, значит. Американская мельница. Тут нужно три медных слитка. Давайте пробуем принять квест и по-быстрому эти слитки изготовить. Так, или я уже провалил ее. Нет, квест принялся. В принципе. Так, так, так. Медные слитки вот тут у нас производятся. Да. В инвентаре есть они? Нет, пока ничего нет. Нифига нет. Пока что отменяем балки, может быть. Вот пусть пока медные слитки у нас стоят в очереди. Так, топливо у нас подождет. Теперь стоит, ничего не делает. Или ты вообще плавить не умеешь? Так, рудокоп, ополчение, следователь, кузнец. Кузнец, металлург. В принципе, у него есть какой-то скилл. Но плавить слитки он не идет. Верхний мир. Ну, это я уже знаю, в принципе. Война. Разразилась. Так, что у нас на металлурга-то влияет? Стойкость, по-моему, да? То есть, ковка. Ковка, каменщик. Металлург всего два. Без полезности делать металлурга. Светки делаются. Давай, давай, работай. Отлично. Хорошо. Победа. Видите, мы сделали поставку для войны. И у нас одержана победа. Как-то так это все работает. Так, давайте посмотрим, где еще битры. Просто карта очень пестрая. Слабо различаются какие-то флаги. Так мне кажется. Хижина у Красгарина. Охотничий... А, ты читал уже. Фонари, да? Ну, чтобы сделать фонари, это придется попотеть, конечно. Так, давайте посмотрим, где у нас фонари. А, слушайте, фонари-то это, знаете, что? Фонари-то мы сразу можем делать, по-моему, этот фонарный столб. Тут нужны фонари. Так, ладно, будем думать. Пещера-то у нас построилась, это? Чтобы выращивать грибы, можно воду. Чуть-чуть водички и чуть-чуть грибов. Чисто для примера. Так, далее, значит. Маленькое плавильня уже есть. Так, давайте для новой технологии изучать. Я бы все-таки, наверное, накопил на ковку. Нужно 15 знаний о горе, так что пока не буду технологии мучить. Пусть наши ребята пока работают. Но, опять же, чтобы знания о горе копились, нам необходимо что? Нам необходимо копать. Дальше. Тут еще не хватает. Тут у нас древесины не хватает, да? Так. Этой штуки не хватает. Что у нас в инвентаре? Это гранитный щебень. Так, изготовление. Пока что так. Слитки у нас только медные, да? Это у нас балка. Медных слитков полно. Это не медный слиток, видимо. Это серебряный, что ли? Да, это просто слиток. То есть не медный, а просто слиток. Видимо, любой. То есть качество изготавливаемого продукта зависит как раз от материала. То есть можно в качестве материала для балок, например, использовать как медные слитки, так и какие-то другие, да? Простые. Так, ну и давайте, например, еще сюда прокопаемся. Поднимемся как-то наверх. Посмотрим, что там. Может быть, что-то интересное найдем. Тут бывает валяются всякие мешки, какие-то доспехи. Еще что-то. Можно это все будет подбирать. Вот они, видите? Павший герой. Здесь покоятся кости невоспетого героя, павшего в битве за давно забытая идея. Можно это все собрать. Если мы там никого не встретим, конечно. Но если даже встретим, то убьем. Ничего страшного. Так, перемещение-то у нас. Гномы перемещаются. Нам говорят, что они могут прыгать, лазать по стенам. Да. Или забраться туда, откуда они смогут выбраться. Перепрыгивать могут. Ну, конечно, лучше строить это все дело с мостами, которые появятся позже. Так, можно что-то новое изучить. Вот у нас ковка уже появилась. Хорошо. Дальше изготовление копья. Можно будет изучить. И дальше ковка клинков. Сабли тут различные. Угу. Ладно. Так, здание повреждено какое? На него напали, видимо, да? Недавно. Все разграбили. Вот эти вещи они не поднимают, но они тут просто валяются, как бы. О, прямая. Гладиаторы иметь охотничий нож. Интересно, слушайте. Добавить в экипировку. То есть заменить можно что-то, да? Например, молот заменить. Так, как понять, что лучше там? Можно продать. За 7 монеток. Мечи гладиатора оптимизированы для быстрых ударов, причиняющих в основном колющий урон. То есть колющий урон это у нас твердость. Надо смотреть, кто... Кто больше предрасположен к этому... К колющему урону, видимо, да? Нафиг знает. Так, а вот у нас работает тут, да? Это лук уже 5. Давайте стойкость прокачаем ей. Раз она работает тут. Они прокачиваются так, что... Только успевай, прокачивай. Так, я это выбрал из-за мудрости. Пока не будем его трогать. Так, что там надо-то? Фонари все еще висит, квест, да? Которые я не могу выполнить. Так, что еще там? Лесопилка Лейтвинд. Тут, видимо, топоры нужны. Да, топор лесоруба. Лесопилка Лейтвинд, которой владеют и управляют сестры Винсон, в последние годы настолько разрослась, что стала вызывать опасения за сохранность лесов в Северном Вендре. А вокруг нее образовался город Лейтвинд. Лейтвинд поставляет товары из древесины на северо-запад и даже экспортирует свою лучшую вендарийскую древесину на юг до самой Маруны. Так, ладно. Путешественники из осенних доков рассказывают о превосходных медных товарах, используемых при строительстве нового причала. И мы хотели бы узнать, не могли бы вы нам помочь? Наши лесорубы отправляются все глубже в окружающие леса, где деревья мечтают о топоре. Деревья мечтают о топоре. Не могли бы вы достать для нас пару топоров? Да, мог бы принять. Так, хорошо. Что касается топоров, это у нас, опять же, вот у нас кирка рудокопа. Чтобы топоры делать, это нужно вот это вот изучить, да? Техника деревообработки. То есть 4 знания о торговле и 8 знаний о горе. Топор лесоруба. Соответственно, мы сначала делаем детали, лезвие для топорика, опять же, делаем рукоять. И опять же, чем мы качественнее материалы подбираем для этих предметов, тем будет качественнее топор. Ммм, тогда мне нужно, опять же, чем-то простеньким поторговать. Квестов больше нет. Так, тут мы строим маленькую кузнецу. Видимо, в кузнеце уже будут этим, фонари. Так, ребята, давайте добывайте уже. До конца. Я могу поставить и тут, в принципе. Просто я думаю, где ставить лесенку вверх. Так, ну-ка. Около карты можно это делать, да, по-моему? Да, можно около карты это делать. Если что. Все, маленькая кузнеца идет вот сюда вот. Пусть строит пока. У нас уже железо. За которым надо будет сходить. Так, все у нас заканчивается уже стройкой нашей маленькой плавильни. Сейчас посмотрим, что там у нас создается там. Так, у меня знания горета достаточно вообще, нет? Ифига недостаточно, придется дальше гору изучать. Так, ребята, что тут уже, все, край, да? Понятно. Тогда давайте вверх лезьте за... гранитная глоба за железом. Хм, нет, тут проход есть. Оказывается. Интересно. Пусть прокапывается туда. Вот, значит, кузнечные... Вот они, фонари. Я так и знал, что это здесь делается. Сколько именно? Три штуки. Три штуки фонаря. Все. Даже можно чуть побольше, потому что мне... Можно еще строить вот эти вот фонари, которые у нас тут локальные. Фонарный столб. Так вот они там увидели. О, твой уж налево. Что-то так и не работает. О, так и пошла. Да, кстати говоря, в жилище надо назначать гномов. Так что сейчас мы этим тоже займемся. Что-то про жилище совсем забыл. Все, ребята бегут, но уже поздно. Видите, жилище повредили уже. Придется его ремонтировать. Ну, пока пусть ты живи тут. Так, ускоряем. Все, убили. Вообще, нужно, конечно, ставить дверь. По-хорошему там. Чтоб они не пробегали тут. Но, поскольку у нас это всего лишь демо-версия, я сейчас не заморачиваюсь ни насчет двери, ни насчет прокачки. Просто всех одинаково прокачиваю, чтоб они побыстрее копали. Так, вот у нас, видите, богатство. Пока что нулевое богатство. У этого гнома она будет удовлетворять свою потребность в жадности. Вот у него жадность. 763. Да, мелковато. У меня сейчас интерфейс стоит на 140%. И он немного размыт. Я вижу небольшую размытость. Вы, возможно, в ролике ее не заметите, но... Так, ребята, тут прокапываются, значит, да? Жалко, нельзя просто назначить, чтобы они туда побежали и исследовали, что там находится. Ну-ка. Вот так вот давайте порубаем. Если они туда пробегут хоть чуть-чуть. Тут у нас что, медь. Ну, они сами, видите, пробегают. Необходимое расстояние. Пока что, кроме слизни, я никаких монстров не заметил, но вообще я до этого играл. Тут какие-то растения есть. Злобные. Так, фонари у нас готовы ведь уже, да? Выполнено. Так, и можем уже технику деревообработки поставить. Хорошо. Можем уже уголь использовать. Топор и лесоруба. Мне нужно два топора. Так, лезвие для топорика. Две штуки. Будем делать это все из змея. Рукоять. Изогнутая рукоять получше. Судя по всему. Тут меньше веса, да? Все, пусть сделают. Что у нас там по меди там? Меди дофига. Замечательно. Ну и, конечно, надо копать вглубь, потому что чем глубже, тем опаснее, по идее. Но это не точно. Хорошо, для первого эпизода, я думаю, достаточно. Пишите в комментах, будем ли мы продолжать ознакомиться с этой игрой, потому что можно, в принципе, тут дойти до хороших технологий, типа лифтов, всяких тележек. Будет интересно посмотреть. Так что ставьте лайки, если видео вам понравилось или оказалось полезным. С вами был Антик, всем удачки. Всем пока.